Задание номер 26 основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Точки M и N лежат на сторонах AB и CD соответственно, причем отрезок MN параллелен основанием трапеции. Покажем сразу трапецию ABCD и отрезок MN, который параллелен основанием. Диагональ от C пересекает этот отрезок в точке O. Проведем диагональ от C и покажем точку O. Найдите MN, если известно, что площади треугольников AMO, то есть вот этот треугольник, и площадь треугольника CNO равны. Заметим, что у этих треугольников, кроме равенства площадей, еще равны углы при вершине O. Вот эти углы равны как вертикальные. А это значит будем использовать формулу площади через синус вот этого угла O. То есть общая формула площади имеет вид любого треугольника. Площадь равна полупроизведению, то есть одна вторая произведению двух сторон на синус угла между ними. Например, на синус угла Альфа. Тогда по условию нам известно, что площадь треугольника AMO равна площади треугольника CNO. Вместо площади треугольника AMO, вот так вот я сейчас покажу, чему равны эти площади. И мы подставим сейчас в левую и правую часть площади каждого из этих треугольников через синус угла O. То есть с одной стороны площадь треугольника AMO будет равна 1 вторая произведения AO на MO. AO умножить на MO и на синус угла при вершине O. Так и запишем на синус угла O. Эта площадь должна быть равна площади треугольника CNO, которая равна 1 вторая произведения ON умножить на OC и на синус угла между ними. То есть на синус угла O. Угла при вершине O. Делим обе части на 1 вторую, то есть на 1 вторую можно сократить и на синус угла O. Мы тоже можем сократить. Тогда у нас получится следующее выражение. То есть у нас получится, что AO умножить на MO равно ON умножить на OC. Откуда запишем пропорциональность следующих отрезков? То есть откуда можно записать пропорциональность AO так относится к OC. Это значит мы обе части делим на OC. И обе части делим на MO. Тогда получается AO так относится к OC, как ON относится к MO. Также заметим, что углы при вершине O, вот с другой стороны, то есть MOC, покажем тоже вот этот угол, то есть вот этот угол MOC. И угол A, O, M тоже равны, как вертикальные. А значит, если мы сейчас соединим MC и AN, мы получим пару треугольников, которые будут подобны. Сейчас мы это докажем. То есть соединяем точки MC и AN. Вот таким образом. И мы получили с вами пару подобных треугольников. Почему? Сейчас будет видно. То есть вот эти вот углы равны. Тоже сюда их допишем. То есть угол MOC равен углу AON. А это значит данные треугольники подобны. Почему? По двум сторонам и углу между ними. Мы знаем, что если две стороны одного треугольника соответственно пропорциональны двум сторонам другого треугольника, а углы, заключенные между этими сторонами равны, то треугольники подобны. Это значит мы получили пару подобных треугольников. Так и запишем. То есть треугольник AON будет подобен треугольнику OCM. О, C, M. Из подобия данных треугольников следует равенство большого количества углов. Например, угол при вершине M. Мы знаем, что соответственные углы равны в подобных треугольниках. А это значит угол при вершине, например, M будет равен углу при вершине N. То есть вот этот уголок. А кроме того, также этому углу будет равен угол NAD. Как накрест лежащий при параллельных MNAD и секущий AN. А далее, также этому же углу будет равен угол BCM. Тоже его покажем. Вот этот угол BCM. Тоже при параллельных BCMN и секущий MC. То есть вот эти все углы будут равны. Далее, кроме того, также еще покажем равенство углов при вершине N и D. Они нам тоже понадобятся чуть позже. То есть вот этот угол при вершине N, это значит угол MNC и угол ADC равны как соответственные углы при параллельных MNAD и секущей CD. Далее, ну и покажем еще. Еще покажем углы при вершине B и M тоже равны как соответственные. То есть вот этот угол при вершине B мы его покажем. И угол при вершине M. То есть большое количество углов получается равными друг другу. Так, что еще? Мы пока... Да, давайте еще покажем. Это подобие у нас есть. В принципе, можно было еще показать. Ну, в принципе, эти хватит углов. Идем дальше. Итак, значит мы с вами получили два пару подобных треугольников. То есть треугольник АОН. Так, ОЦМ. Да, вот здесь вот, наверное, вершины я неправильно поставил. ОАН. Да, потому что вот здесь вот... Да, да, да. Давайте сейчас я это исправлю. То есть вот здесь вот вершины немного неправильно поставил. Сейчас мы это подправим. То есть у нас получается вот здесь вот. Надо правильно записать подобие, чтобы углы соответственно были равны. То есть на первом месте у нас будет угол при вершине О. То есть вот здесь вот надо записать. У нас получается ОАН треугольник должен быть. ОАН. Это важно. Да, то, чтобы вот первый угол, да, вот при вершине О равен вот этому углу. Угол при вершине А равен углу при вершине С. Угол при вершине Н равен углу при вершине М. То есть вот сейчас все точно. Сейчас все точно. То есть треугольник... Вот сейчас самое главное правильно записать подобие. То есть треугольник ОАН подобен треугольнику ОЦМ. Да, вот теперь точно. Идем дальше. Отсюда следует, что прямые МЦ и АН параллельны. Почему? Потому что если вот угол при вершине М и угол при вершине Н, я их показал вот здесь, равны друг другу, то они являются накрест лежащими по отношению к двум прямым МЦ, АН и секущие МН. То есть получается, если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Отсюда, значит, из подобия следует параллельность МЦ и АН. Тоже запишем. То есть МЦ мы получили. Будет параллельно АН. МЦ параллельно АН. Далее. Теперь рассмотрим еще одну пару подобных треугольников. А именно, заметим, что треугольник МЦН. Сейчас я его покажу. То есть вот этот треугольник МЦН. И треугольник АНД тоже подобный. То есть вот этот треугольник. Эти треугольники подобны по двум углам. У них по одному красному углу, вот этому, при вершине Д и АН равны. И углы при вершине М и А тоже равны друг другу. Значит, это треугольники подобны по двум углам. Тоже они нам понадобятся, поэтому сразу их запишем. То есть треугольник. Следующая пара подобных. Треугольник МЦН. МЦН подобен треугольнику АНД. МЦН подобен треугольнику АНД. Откуда следует пропорциональность сходственных сторон? А именно, нам нужны вот эти стороны. МН так относится к АД, как МЦ к АН. МЦ к АН. Вообще, для чего все это нужно? Нам нужно это все для того, чтобы выразить как-то МН. А МН мы заметим, что входит, во-первых, в треугольник вот этот МЦН. И также МН входит в треугольник АМН. Для которого мы тоже найдем подобный. То есть для треугольника АМН мы тоже найдем треугольник. Вот этот подобный МБЦ. Но это будет чуть позже. Итак, МН так относится к АД, как МЦ к АН. Далее. Теперь рассмотрим вот эту вторую пару, о которой я уже говорил. Подобных треугольников, куда тоже входит МН. То есть, а именно, треугольник МБЦ будет подобен треугольнику АМН. АМН. Тоже по двум углам. Они показаны все на рисунке, поэтому я здесь их не записываю. АМН. Откуда следует пропорциональность сходственных сторон, а именно, БЦ так относится к МН, как МЦ к АН. МЦ к АН. А теперь заметим, что отношение МЦ к АН есть у нас и в первом и во втором случае. То есть, вот здесь у нас тоже есть МЦ к АН. А значит, мы вот эти два выражения можем приравнять. То есть, так как МЦ равно АН, то левые части этих двух равенств тоже должны быть равны. То есть, запишем равенство левых частей. Получаем тогда МН так относится к АД. Равенство левых частей сейчас записываем. МН так относится к АД, как БЦ к МН. БЦ к МН. Ну и теперь уже отсюда можно выразить МН. По свойству пропорции перемножаем. Произведение средних равно произведению крайних членов пропорции. Перемножаем. Получаем МН в квадрате. МН в квадрате равно АД на БЦ. АД умножить на БЦ. Откуда МН равно корню квадратному из АД умножить на БЦ. Формула готова. Подставляем. То есть, тогда у нас получается, что МН равно корню квадратному. Подставляем. АД по условию у нас 18. То есть, это произведение оснований. А БЦ равно двум. То есть, получается умножить на 2. 18 умножаем на 2. Это получается 36. Корень из 36. Это 6. А это значит, что в ответ нам нужно записать число 6. Задача решена. Продолжение следует. Продолжение следует...